Христос воскресе! Воскресе! Я очень рада, что уже второй год мы с Павлом Александровичем организовываем такой замечательный концерт в Пасхайные дни. И чудесно, что дети стараются, дети репетируют, дети готовятся. Они поют такие чистые, светлые песни. И, вы знаете, они выйдут сейчас со всей открытой душой. Они будут стараться и будут нести вам свет и добро, потому что один из девизов «Непосед» – свет и радость мы приносим людям. И я надеюсь, что вы ненадолго хотя бы забудете какие-то тревоги, какие-то печали, улыбнетесь, порадуетесь и почувствуете воистину этот святой праздник. Как вы отмечаете Пасху? Как все. Запасаясь куличами, освященными яичками, красим их, едим, друг друга поздравляем с праздником, как все. В какие храмы вы ходите? Ну, вы знаешь, у меня рядом с домом прекрасный храм, куда я наведываюсь не так часто, как хотелось бы, но наведываюсь иногда. Святой родник, святой родник, и людям помоги. Огонь и зло, я слез и бед, ты нас забереги. Забаленька, забаленька, вся рядышка вродня. Пусти с ней забалька, смотри, признай меня. Какая песня в этот светлый день для вас самая главная и любимая? Из этого концерта? Да. Ой, мне нравится начало, мне нравятся песни «Христос воскрес», «Святой родник», «Храмы Москвы» чудесная песня. Как отмечают Пасху в вашей семье? Ой, во-первых, мы идем ночью в храм, во-вторых, куличи, Пасха, это все как у всех, яички, христосуемся, ну, все как у всех. Как заявить о себе на всю страну? Нужно спеть на этом концерте? Поучаствовать в телешоу? Стать частью ансамбля «Непоседы»? Я считаю, главное, это много работать и добиваться совершенства, хотя совершенства трудно добиться, но все время нужно прогрессировать и все время работать над собой, и тогда обязательно когда-нибудь придет успех. Есть универсальный совет для юного музыканта? Трудолюбие, это мой главный совет. Трудолюбие, еще регулярность. Это очень важно, нужно каждый день заниматься, и не нужно останавливаться на достигнутом, нужно идти всегда вперед. Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха? Очень, у меня один ответ почему-то все время. Талант, трудолюбие, талант, трудолюбие, да вот эти два качества, я думаю, с помощью них можно всегда добиться успеха. Вы считаете верной фразу «невозможное возможно»? Как осуществить свою мечту в жизни? Да, нужно верить в то, что желание сбудется, нужно верить и потихонечку идти к его достижению, и тогда обязательно сбудется. Работа с детьми считается одним из самых сложных занятий в мире. Вы согласны с этим? Я думаю, да. Да, педагоги и доктора, это я считаю, самая сложная профессия, потому что педагоги, они лечат детские души и выращивают настоящих людей, а доктора лечат тело. А как вы считаете, занятия в творческих студиях нужны всем детям? Чем они помогают ребенку? Я считаю, что ребенок должен заниматься тем, что ему нравится. И это помогает для развития его интересов, для того, чтобы ребенок стал разносторонне развитым, и для того, чтобы у ребенка была мечта в жизни. Когда он чем-то занимается, он хочет чего-то достичь в результате. Поэтому, конечно, надо ходить в студии, ходить в спортивные кружки, ходить на компьютерные классы, кому что нравится. Дети более усидчивы в школе или в творческих студиях? Я думаю, в творческих студиях, потому что в творческих студиях они занимаются тем, что им нравится. А в школе они вынуждены, к сожалению, делать все, что им скажут. Способен ли ребенок уже в детстве самостоятельно понимать, чем он хочет заниматься в жизни? Как помочь ему самому найти свои таланты и захотеть их развить? Я считаю, что родитель, зная своего ребенка, может почувствовать ребенка, дать ему возможность попробовать себя в разных видах деятельности. И потом ребенок сам скажет, что мне, например, больше нравится лепить, а мне больше нравится танцевать. Другой скажет ребенок, что мне нравится больше задачи математические решать. Если родитель будет прислушиваться к желаниям ребенка и поддерживать ребенка, то тогда, я думаю, все получится и ребенок станет тем, кем он, в принципе, может стать и достигать больших высот. Спасибо вам большое за ваш потрясающий концерт. Спасибо тебе за интервью. А ну-ка, девушки, а ну-ка, красавицы, пускай поет она страна. И с новой песней пускай прославится свечи героев наши вина. Вы любите Пасху? Конечно. Помните, как ее отмечали в детстве? А как сейчас? Хожу в церковь на службу. Вот, и потом семейное застолье. Это семейный праздник. Мне кажется, самое ценное в этом. Что вы непременно каждый год делаете светлое воскресенье? Я думаю о том, чтобы вот жить правильно, по заповедям, чтобы сделать что-то хорошее для людей. Думаю о новых программах, концертах, в том числе. Учу, кстати, новые песни. Пекли ли вы куличи сами? Никогда. Как красите яйца? Есть особый совет? Вообще не умею этого делать. Но восхищаюсь теми, кто умеет. Поменялось ли у вас отношение к этому дню с возрастом? Нет. У меня вообще ничего не меняется с возрастом. Я считаю, что артисты, они должны оставаться вот, в общем-то, с ощущением детства. А Пасха – это вот такой вот праздник, который с детства, в общем-то, и поэтому ничего не поменялось для меня. Такой же светлый праздник, такое же светлое воскресенье. Так же хожу в церковь. Вот единственное, что это случается в разных городах, потому что я был на Пасху в Александровневской лавре, я из Петербурга. Иногда бываю вот здесь, вот в Москве. Есть ли у вас любимый храм, где вам всегда легко и приятно? Ну, один из любимых храмов прямо над нами – храм Христа Спасителя. И, конечно, есть еще любимый храм – это храм на литераторских мостах в Санкт-Петербурге. С голубого мульчика начинается река, куличи. Как вы отмечаете ее дома? Мы отмечаем ее дома. Бьем все яйцами, красим их. Берем куличи и едим. А вы как отмечаете Пасху? Ну, мы всегда красим яйца, друг друга поздравляем с Пасхой, едим куличи и едим Пасху. Ты помогаешь маме красить яйца? Да. Я помогаю красить яйца и мы с моей старшей сестрой двоюродной, мы любим делать куличи. Зажжет наши свечи, зажжет все вместе, а пусть руки свежие от полу век. Пусть нам приходят лишь добрые мести и пусть светлые ночи во сне. Субтитры сделал DimaTorzok